8 апреля Международный день цыган. Как они сегодня живут в Владивостоке и как сохраняют свои национальные традиции, наша съемочная группа рассказала семья Кемаловых. Это известные цыганские артисты, которые радуют жители города своими выступлениями. Как утверждает Руслан Кемалов, его семья одна из немногих в Приморье, о ком можно сказать, что они коренные приморцы. Мы цыгане, живущие в этом городе. Уже мне 47 лет, я живу 47 лет. Мои родители здесь, жили более 62 лет. К сожалению, у родителей моих нет живых, но дети, мы продолжаем их род, все как положено в цыганских традициях. Цыгане очень берегут семью и семейные ценности, а ранние браки у них считаются нормальным явлением. Садовство проходит по строго установленному ритуалу. В дом невесты приходят родители и родственники юноши. Они и ведут переговоры с семьей невестой. У нас есть такие, я бы сказал бы, праздники, но праздники это, наверное, от Бога дается, как сватовство. У нас это делается очень красиво, очень правильно. Сначала приезжают свадьи, начинается обсуждение, потом начинается праздник. Это все не один, не два дня, как раз может пройти неделя. За неделю мы понимаем, что они наши или не наши. По словам Кемаловых, в их роду все девушки красавицы. Очень быстро разносят за слух, что в семье подросла невеста. По цыганским законам это может случиться и в 14 лет. Но, как говорит Руслан Кемалов, сейчас цыгане люди современные. Каждый хочет своим детям счастливой жизни, поэтому невесту отдают не каждым сватам. Моя, примерно, мама вышла замуж в 16 лет. Моему папе было 17. Некоторые выходят и в 14 лет, и в 15. Но приходят сватать, как положено, по нашим, по цыганским традициям. Девочка всегда знает своего будущего мужа заранее? Нет, не всегда она его знает. Но, когда есть сватья, они красиво начинают намекать на это. То есть уже, ну, а отец с матерью подготавливают, потому что знают, что они не прочь отдать именно в эту семью. Неизменным атрибутом цыганского гардероба является длинная юбка. Она несет себе целый комплекс нравственных и бытовых правил. Также замужние женщины носят головной платок. Существует легенда, что все цыгане умеют гадать и видеть будущее. Но дар предсказания очень редкий даже у цыган. Он передается по наследству и только тому, кто этого достоин, кто сможет понести все тяготы этого дара. Но сейчас другое время и другие заботы. Как родили мамы, как пошло от предков, так оно и идет. То есть это не у всех цыганок? Ну, как сказать вам? Кому суждено, а кому и нет. Хорошо. А у вашей семьи кто-нибудь умеет? У нас мама гадала. Сейчас ее нету. Какой же цыган без песни? Стоит одному начать играть на гитаре, тут же находится компания. Семья Кемаловых – это артисты. Их народный ансамбль «Руслан Шатрица» давно известен далеко за пределами Приморья. В ансамбле участвуют не только цыгане. Главный критерий – не национальность, а талант и любовь к музыке. Каждый номер стараются сделать в виде мини-спектакля, соединяя воедино музыку, танец и театр. Свой национальный праздник Кемаловы будут отмечать в кругу семьи. Они к нему готовятся. Будут песни, танцы, гуляния, цыганское веселье и настроение обеспечено. Я бы хотел поздравить свой ромский народ с нашим профессиональным, достойным праздником – Днем Цыган. Я бы хотел пожелать всем здоровья, мира, счастья над головой, всем земных благ и всех земных благ. Павел Клименко, Анна Дьякова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.